Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на брифинге Службы Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. Наш сегодняшний брифинг посвящен посланию главы государства «Нурлужил путь в будущее». Эксперты, выступавшие на наших брифингах, особо отмечали важность данного программного документа и его направленность на продолжение структурных реформ экономики в период мировой нестабильности. Сегодня своим мнением о послании главы государства Нурстана Абишевича Назарбаева с нами поделятся своим мнением наши специально приглашенные гости. Это депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансовому бюджету Рашид Сайранович Ахметов и член Комитета по финансовому бюджету Ольга Валентиновна Перепечина. В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге, за то, что нахлебремя и, пожалуйста, Рашид Сайранович, первое слово вам. Добрый день, уважаемые журналисты. Послание президента Казахстана Нурлужов «Путь в будущее» я рассматриваю как старт к новым делам для успешного развития Казахстана. Глава государства в своем послании выделил стремление Казахстана выйти на новый уровень. В этом, несомненно, поможет разработанная новая экономическая программа, которую можно назвать проводником к очередной вышестоящей ступени развития страны. Реализация обозначенных проектов и планов позволит Казахстану развиваться динамично и стать еще более сильной и успешной страной. Основная мысль послания обеспечит экономический рост даже во время кризиса. В своем послании народу Казахстана Нурслан Абишевич Казахстан заверил, что у Казахстана есть такая возможность. Когда многие страны переживают упадок экономики, наша страна займется развитием инфраструктуры и бизнеса. Для этого, подчеркнул президент, у нас есть национальный фонд. В предвиде трудный период Казахстан вовремя сумел создать финансовый резерв, который теперь можно использовать. Дальновидная политика главы государства как раз выразилась в том, что в годы, когда цены на углеводороды, на наши основные экспортные позиции были на довольно высоком уровне, мы направляли доходы от экспорта сырья в национальный фонд. Непростые в 2007-2009 годы выделенные из национального фонда средства были мощной финансовой основой успешных антикризисных мер. В дальнейшем национальный фонд стал локомотивом экономики. Его средства направляются на реализацию важнейших индустриальных и инфраструктурных проектов, которые будут способствовать интенсивному развитию экономики. В настоящее время, как отметил президент, экономический кризис продолжается, усложняется геополитическая ситуация. В этих условиях наша страна показывает свою готовность к серьезным испытаниям. Задача при этом стоит не только в том, чтобы преодолеть кризис, но и обеспечить поступательное развитие страны в соответствии с поставленными задачами. Предложенная главой государства новая экономическая политика Норд-ЖОЛ предусматривает 7 важнейших направлений развития экономики. Транспортно-логистическая, индустриальная, энергетическая инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная и жилищная инфраструктура. И что первостепенно для решения этих задач государство располагает необходимыми средствами. В соответствии с поручениями главы государства, из национального фонда будет дополнительно выделяться до 3 миллиардов долларов ежегодно на период с 2015 по 2017 годы. Государство, выделяя внушительные средства, подает посылы инвесторам для стимулирования притока инвестиций. Сегодня, несмотря на возникающие в мировой финансовой системе трудности с фондированием, международные финансовые организации готовы представить Казахстану кредитные ресурсы. Они готовы вложить в отечественную экономику порядка 9 миллиардов долларов в 90 приоритетных проектов. Кроме того, своевременно принятые законодательные нормы об инвестициях, предусматривающие максимально привлекательные условия для инвесторов, позволяют ожидать солидные вложения в приоритетные сектора экономики. Это громадный потенциал. Тем самым мы надеемся, что Казахстан не только успешно преодолеет новые кризисные явления, но и обеспечит планируемый рост отечественной экономики. Парламент совместно с правительством уже ведет активную работу. Буквально вчера парламент принял закон о республиканском бюджете на предстоящий трехлетний период. В данном документе получили отражение поручений главы государства, с чем были пересмотрены параметры бюджета. Если конкретизировать сумму привлеченных целевых средств социального фонда, то в 2015-2016 годах присмотрелось их выделение по 540 миллиардов тенге ежегодно, как в виде целевого транспорта, республиканский бюджет около 67% всей суммы, так и в виде облигационного взаима 33% всей суммы. Кроме того, для завершения начатых проектов и решения наиболее актуальных вопросов экономики в 2015 году будет направлен второй транш средств из национального фонда в размере 500 миллиардов тенге, из которых 360 миллиардов тенге посредством республиканского бюджета. Так, в 2015 году на транспортную инфраструктуру предусматривается около 180 миллиардов тенге, на модернизацию сетей тепловодоснабжения 60 миллиардов тенге, на строительство инженерных сетей для жилья и кредитование строительства арендного жилья 110 миллиардов тенге, на проекты Франкфа Купфиер 181 миллиард тенге. Это дополнительно к тем средствам, которые были заложены в республиканском бюджете. При этом государство не на тенге сокращает расходы по взятым на себя социальным обязательствам. Все это свидетельствует о зрелости нашей страны, о том, что республика уверенно и крепко стоит на ногах, ставившийся авторитет страны на мировой арене, наше продвижение в форсированном развитии экономики, мир и согласие в обществе позволят достойно противостоять современным вызовам. Спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Ольга Валентиновна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые господи. Глава государства, послание народа Казахстана на русский. Путь в будущее поставлены масштабные задачи и конкретные сроки их реализации. Подчеркну, что времени на раскачку нет. Основная цель послания государства – это обеспечение социальной устойчивости и стабилизации, стабильности, дальнейшее повышение социальной защищенности граждан через развитие экономики в рамках индустриально-энитуционного развития. Президент в послании к народу Казахстана дает ответы на многие вызовы современности и ставит задачу, несмотря на глобальные проблемы, которые происходят на мировом экономическом и финансовом рынке, обеспечить благосостояние наших граждан и социально-экономическое развитие страны. Хочу подчеркнуть всестороннюю социально-ориентированность послания президента. Упор сделан на развитие регионов через индустриально-инфраструктурное развитие. А развитие инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих мест, что, естественно, повлияет на рост занятости населения, развитие экономики регионов, обеспечит дополнительное поступление в бюджет. А бюджет в рыночных условиях является главным инструментом социально-экономической политики, призван обеспечить выполнение государственных функций, национальной безопасности, развитие экономики, защиты населения, развитие экономики и нашего общества. Несмотря на изменения параметров бюджета 2015 года, бюджет все-таки взял на себя социальные обязательства, которые были рассмотрены в предыдущем послании главы государства и которые в нынешнем послании главой государства было сказано сохранить все социальные обязательства государства перед народом. Имеет социальную направленность бюджет. Согласно посланию президента Нурлужол, путь в будущее в нашем государстве не снижается, а наоборот увеличивается расходы на социальную сферу, на решение социальных вопросов, на внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих с 1 июля 2015 года, выделено в бюджете 2015 года 157 миллиардов тенге. Эта модель позволит охватить 1 миллион 410 тысяч человек, позволит обеспечить повышение заработной платы гражданским служащим в отрасли образования до 29%, в здравоохранении до 28%, в других отраслях гражданских служащих до 40%. Также будет повышена заработная плата с 1 июля на 15% государственным служащим корпуса Б. С 1 января 2015 года будут увеличены размеры солидарной пенсии на 9%, специальных государственных пособий на 7%. С 1 июля 2015 года повышены социальные пособия по инвалидности и утере кормильца на 25%. На эти цели предусмотрено в бюджете 2015 года 23 миллиарда тенге. Повышение заработной платы, государственных пособий, стипендии, пенсионного обеспечения – это те вопросы, которые затронут почти каждую семью наших людей, которые проживают в Казахстане. На социальную защиту расходы в 2015-2017 годах составляют около 6 миллиардов тенге. В 2015 году выделено 1,7 миллиарда тенге с ростом на 183 миллиарда тенге по сравнению с 2014 годом. Обеспечение устойчивой занятости населения, а также содействие развитию предпринимательства будет реализовано через дорожную карту занятости 2020, на реализацию которых выделяются бюджетные средства, согласно посланию президента. В 2015 году будет создано около 28 тысяч рабочих мест, 50 тысяч человек будет трудоустроено через обучение и переселение. Только строительство дорог, согласно посланию президента, который выделяется, деньги, будет создано за три года около 200 тысяч дополнительно рабочих мест. Реализация плана инфраструктурного развития коснется каждого региона нашей страны, что позволит решить много вопросов по развитию территории, поддержит инвестиционную активность, позволит создать новые рабочие места, решает вопросы занятости территории. Развитие транспорта, логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры повлечет за собой развитие сопутствующих отраслей, сферу услуг, развитие малого и среднего бизнеса на всей территории нашей страны, а также привлечение дополнительных инвестиций. Все это позволит дальнейшему развитию наших регионов и целом нашей страны. На программу развития регионов в 2015-2017 годах предусмотрена сумма более 1 триллиона тенге, которые будут направлены на обеспечение населения питьевой водой, реализацию программы «Доступное жилье», модернизация жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение финансовой поддержки региону по созданию новых рабочих мест. Создание промышленной и социальной инфраструктуры, укрепление жилищной инфраструктуры снизит перетоки населения, повысит благосостояние, прежде всего, и качество жизни всех казахстанцев. В этих условиях должна значительно повышаться ответственность правительства, Акимов, всех государственных служащих за то, чтобы каждый тенге был использован по целевому назначению. Вопросы контроля и ответственности следует уделить особое внимание. Мне особенно близки слова президента нашей страны о том, что мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами, беречь единство и межэтническое согласие, семейное благополучие. Наша новая экономическая политика открывает новые возможности для каждого из нас. Благодарю за внимание. Вам большое спасибо, уважаемые коллеги. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте ваши руки, вам будет обязательно передан микрофон. Пожалуйста, Бенюс, первый вопрос. Информационное агентство Бенюс, Надежда. В своем послании народу президент Казахстана особое внимание уделил развитию бизнеса. Одна из мер – это налоговые льготы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к предоставлению дополнительных льгот предпринимателям? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, вопрос налоговых льгот президентом поднимался, давалось поручение рассмотреть их целесообразность. На сегодня налоговые льготы, общий объем их составляет триллион с лишним. Поэтому после пересмотра порядка 200 миллиардов тенге, сейчас они уменьшены. Но в целом налоговые льготы для бизнеса, они необходимы, безусловно. С тем, чтобы стимулировать приоритетность сектора экономики, чтобы дать начальный старт желающим заниматься бизнесом. Я уверен, что эта политика будет продолжаться, но, к сожалению, большой активности наш бизнес в применении этих льгот пока не выказывает. Поэтому, кроме предпринимателей, еще льготы социального характера, экономического разного, не только налоговые льготы имеются в виду. Но я полагаю, что наши предприниматели должны более активно использовать те возможности, которые представляет государство в виде налоговых льгот. Благодарю. Пожалуйста. Олег, ваш вопрос. Да, Олег Рябченко. Благодарю. Долго государства, озвучивая послание, отметил, что оно несет контрацикличный характер, сказав, что опыт подобных мер, кризисных 2007-2008 годов у нас есть по борьбе с этим. Все-таки можно ли говорить, что предыдущие меры позволили Казахстану выйти из кризиса с наименьшими потерями по сравнению с другими странами и насколько нынешнее послание является логичным продолжением предыдущих принятых мер. Благодарю. Спасибо. Кто начнет отвечать на этот вопрос? Нынешнее послание, безусловно, является логическим продолжением, так как на сегодня мы, выполнив практически все намеченные планы по реализации планы Казахстана 2030, основные, идем уже на пути выполнения обязательств 2050 года. На этом пути, именно в эти кризисные годы, особенность в нынешнем моменте состоит в том, что мировая экономика на сегодня показывает снижение своего роста. И в этот период, когда мы наблюдаем кризисные явления, определенный рецидив, скажем так, к ситуации 2007-2009 года, может быть даже в несколькой в иной форме, наш президент счел важным, необходимым использовать резервы страны, собственные резервы, с тем, чтобы не видировать вот это воздействие, не видировать воздействие снижения цен на углеводороды, тем самым обеспечив дальнейшее поступательное развитие экономики. Я думаю, это на сегодня наиболее важная, наверное, составляющая, потому что у казахстанцев, как и у всего Казахстана, появилось четкое видение и четкое понимание, что в предстоящие годы у нас уже есть уверенный ориентир, уверенные точки роста, и мы уже знаем, чем будем заниматься, что будем строить, какого характера объекты, тем самым в кризисные годы мы не будем ожидать завершения кризиса, а мы будем дальше развиваться с тем, чтобы не простаивать это время и не потерять все очень ценные и важные времена для Казахстана. Кроме этого, можно еще добавить? Да, конечно. В данном послании продолжается реализация тех основных направлений, которые были обозначены главой государства в предыдущих посланиях, реализация государственных программ индустриально-национального развития, агробизнес-2020, дорожная карта бизнеса, занятости, реализация которых позволит Казахстану войти в 30 наиболее развитых стран мира. Благодарю. Пожалуйста, башу вопрос. Предыдайте, пожалуйста, девуш. Благодарю. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...